Спасибо, что присоединились к сегодняшнему вебинару. Я знаю, как сейчас сложно найти время разорваться между всеми происходящими событиями онлайн, в том числе вебинарами. Очень радостно, что вы выделили время послушать меня и послушать про продуктовый маркетинг. Надеюсь, сегодняшняя презентация будет полезна для вас и, думаю, можно начинать. Немножко расскажу о себе. Меня зовут Кирилл Литвин. Я менеджер по продуктовому маркетингу. Я работаю в T-Global и сейчас оказываю услуги по упаковке материалов различных наших заказчиков и созданию ценностного предложения для зарубежных заказчиков и партнеров. До этого я работал в лаборатории Касперского, выводил новые продукты на рынок и оказывал маркетинговое сопровождение тоже при выходе на международные рынки в компании Nexine. Начнем с того, что такое продуктовый маркетинг и чем он отличается от продуктового менеджмента, наверное. Что это за позиции, чем они отличаются, зачем она нужна. Я отвечу довольно кратко и, как мне кажется, самым понятным способом, чем отличается продуктовый менеджмент от маркетинга. Продукт менеджмент, его функция в том, чтобы поставить продукт на полку магазина, условный продукт на условную полку, донести до продажи, чтобы он начал продаваться. Задача продуктового маркетинга сделать так, чтобы этот товар ушел с этой полки, чтобы он продался. Иногда эту полку еще нужно создать, собрать из того, что есть. Потому что не всегда есть подходящий магазин товаров, продуктов, которые выпускает ваша компания. Вообще в продуктовый маркетинг входит много функций. Одна из основных – это создание go-to-market стратегии. Она нужна во многих случаях. Самый очевидный – это выход на новые рынки. Это выход на нового вашего продукта, на состоявшийся рынок. Но эта тема для отдельного вебинара, она такая довольно всеобъемлющая. И если будет интерес к этому топику, мы продолжим, разобьем его до go-to-market стратегии. Как вообще появилась идея этого вебинара? Как, наверное, некоторые из вас, может, многие знают, мы проводим для наших партнеров онлайн-бизнес-миссии. Мы собираем на одной площадке наших вендоров, наших партнеров и потенциальных заказчиков с другой стороны. Мы проводим их по разным странам. И заметили, что при том, что 20 вендоров у нас участвуют в бизнес-миссии, к одним идет больше оплик, к другим – меньший. Некоторые собирают много лидов с одного выступления, некоторые уходят, ну, скажем так, ни с чем, может быть, они узнаваемость увеличили, но никаких конкретных лидов, апатюнити, дальнейших шагов они не получили. Мы давали рекомендации, как готовиться к вебинарам, но поняли, что, наверное, нужно запустить отдельную услугу и вот сейчас рассказать, как можно сделать так, чтобы после общения с заказчиком он, в принципе, захотел перед этим общением слушать про ваш продукт, про то, что вы рассказываете. И потом прошел к вам на пилот, на тест, в зависимости от того, какая цель у вас стоит от встречи с заказчиком, от презентации. Начну, наверное, с такой не совсем приятной вещи. Если грубо говорить, то ваш продукт на зарубежном рынке никому не нужен. Сейчас объясню такое, может быть, излишне громкое заявление. Когда вы обрисуем ситуацию, когда вы приходите к заказчику и рассказываете про свой продукт, наверняка вы не первый, кто рассказывает про него. Наверняка он, если это достаточно крупный заказчик, наверняка он сотрудничает с мировыми лидерами, например, в вашей отрасли. И у него есть локальные партнеры или локальные вендоры, которые работают с ним довольно давно, возят его на обеды и прочие. У них плотные взаимоотношения. И тут приходит российский вендор и начинает рассказывать про свой продукт. Продукты на самом деле у российских вендоров замечательные. Они действительно конкурентно способны. Но за их функционалом зачастую теряется сама ценность для заказчика. Про что обычно рассказывают на встречах наши партнеры? Рассказывают про замечательный продукт, какой у него широкий и нужный функционал, какая у него уникальная архитектура, длинный фичи-лист и так далее. Но как угодно, сейл может рассказывать бодро про продукт, но пока у заказчика не будет ментальной связи с тем, о чем идет речь, пока он не погружен в контекст, ему это неинтересно. Поэтому единственное, на самом деле, про что хотят услышать заказчики на первом этапе, когда вы только заходите на рынок, начинаете знакомство, вам нужно что-то сделать. Они хотят услышать только про себя. Как сделать так, чтобы вы рассказали и про свой продукт, продали его, и в то же время про заказчика? Вот этому, наверное, и будет посвящена основная часть моей презентации. Я приведу сейчас пример аудитории, которая пришла на этот вебинар. Вы же здесь не для того, чтобы узнать про то, какие услуги оказывает Rosinfo.com Invest или узнать, что такое определение из Википедии продуктового маркетинга. Вы же для того, чтобы узнать что-то, что сделает ваш бизнес успешнее, то, что поможет вашей компании, конкретно вам поможет. Потом вы поймете, что вам это действительно поможет и, например, обратитесь к нам, опять-таки, за услугой по упаковке материалов. Или же займетесь развитием компетенций внутри в своей компании. Или либо наймете человека с рынком. Если бы мы оказывали эту услугу на коммерческой основе, то, наверное, это были бы наши конкуренты, неочевидные альтернативы. Непрямые конкуренты. Так же и с вашими продуктами. Тут надо мыслить шире. И далее в этом вебинаре я постараюсь дать прикладные советы о том, что можно сделать прямо сейчас, чтобы получить результат и первые лиды, квалифицированные лиды, дальнейшие шаги заказчика. Про что же говорить, если не про продукт? Нужно говорить про ценность для заказчика, который несет ваш продукт. А что такое ценность? Ценность – это всегда изменение. Изменение может быть к лучшему. Нужно показать, что в будущем станет лучше, либо показать, что не станет хуже, что вы убережете заказчика от рисков, от каких-то потерь. И если заказчик понимает, что такое изменение возможно, он увидит ценность в вашем продукте. Ваша задача – донести эту ценность. Лучше всего сразу ее обозначить каким-то исчислимым результатом. Я дальше еще к этому вернусь. Как понять, кто заказчик, какую ценность может принести ему продукт? Нужно задать себе внутри компании, сформулировать ответы на вопросы. Мы на самом деле будем много касаться сегодня в вебинаре вопросов и ответов. И опять-таки одна из причин, по которой этот вебинар проводится, я заметил, что многие их не задают. А прежде чем выйти на новые рынки, нужно задать себе вопросы, которые помогут понять, кто твой заказчик, чего он хочет и соответствует ли этим ожиданиям продукт и как сделать так, чтобы он соответствовал, как его преподнести. Вот эта нехитрая табличка с вопросами и ответами вам поможет. Для начала нужно описать, кто ваш заказчик. Либо один заказчик, тип заказчика, либо их несколько в зависимости, может быть, по индустриям они различаются. Заказчик, у которого есть определенная необходимость, сформулировать эту необходимость. И он хочет решить ее определенным образом. Может быть, он еще не знает, что ее можно так решить, но вы подскажете ему направление, в котором ее нужно решать. В этом поможет продукт вашей компании, как он называется, который попадает в определенную категорию, чтобы у заказчика на полочке отложилось, что именно он. А если это какой-нибудь там CTO, он сразу положит, что там вот это как-нибудь там CRM, например, условно. Обозначить преимущество. Что вас отличает от основных конкурентов и имеет отличительные особенности. Это, хочу сказать, это не то, чем вы лучше конкурентов, а то, чем вы отличаетесь. Может быть, у вас свой подход, методология, либо, опять-таки, какая-то архитектура уникальная. Потому что для продуктовых компаний ценность продукта, она очевидна, потому что компания живет этим продуктом, она его разрабатывает, и ценность сама собой разумеющаяся вытекает из функционала. Для заказчика нет. Поэтому прежде чем готовить сейлс-команду, готовить материалы, нужно ответить на эти вопросы. Как показать ценность и отличительную особенность вашего продукта? Я бы предложил вам собрать у себя внутри компании несколько отделов. Обычно это отдел сейлс, это отдел продуктового и отдел маркетинга желательно. Вот, кстати, сейчас я бы хотел узнать, есть ли вообще у вас в компании отдельная функция продуктового маркетинга? Вы сейчас увидите у себя на экране этот вопрос. А я почему-то не могу ответить. Ну ладно. Если мы можем посмотреть ответы, сейчас я бы попросил коллег показать их. Вот, отлично. Многие осознают такую необходимость, а многие нет. Ну, то есть, есть над чем работать, значит, будет полезна моя презентация. Я бы предложил собрать несколько отделов и нарисовать вот такую диаграмму, где обозначить, брейнштормить потребности потребителя, ценности вашего продукта и ценности конкурирующих продуктов. Она очень наглядно покажет, чем отличается ваш продукт, какую он конкретную задачу решает и вообще решает ли, нужно ли это кому-то, насколько большое это пересечение. Например, я приведу два разных примера, но они на самом деле пересекаются. Если вы продаете забор, вы начинаете, например, забор рабиться. Вы идете на дачные участки, размещаете объявление или таргетесь в владельцев загородных участков, которым нужен забор. Все там продают заборы, и вы поэтому тоже решили там продавать забор. То есть, вы работаете от того, что есть предложение заборов, и нам нужно тоже туда вписаться. Но на самом деле потребность в заборе решается разными способами. И на самом деле потребность идет не в заборе, а потребность в безопасности. Например, кому-то для безопасности нужна рабица, просто прозрачная, кому-то нужен глухой высокий забор, а кому-то собака сторожевая. То есть, эту потребность можно решить совершенно разными путями. То есть, оставить дырявый забор, поставить цепную бешеную собаку, и забор, в общем-то, не нужен. А потребность в безопасности удовлетворена. Поэтому ваши конкуренты могут быть совершенно для вас неочевидны. И ценность продукции не в том, что у вас забор, а в том, что он обеспечивает, дает безопасность вашему заказчику определенным образом. И вот вам нужно выбрать тех, кому нужна именно, если вы продаете рабица, рабица, прозрачный забор, какие у него преимущества есть относительно собаки и глухого, высокого, дорогого забора. То же самое, на самом деле, работает с IT-продуктами. Если сравнивать с забором, защитой, то это антидидоз решение. Нету такой цели в головах у лиц, принимающих решение, купить антидидоз. Ну, им не снится антидидоз, они не хотят его купить, они хотят избежать риска того, что у них упадет сайт, у них упадет портал, что бизнес недополучит прибыль, а технический директор не лишится своего места из-за массированной атаки. Я надеюсь, что сейчас ответил на вопрос, зачем нужна такая таблица и почему нужно создавать ценностное предложение от потребности заказчика и, может быть, ее формулировать за самого заказчика. Как нам достучаться до заказчика и донести ценность нашего продукта? Во-первых, я поподробнее расскажу, когда это, в принципе, нужно делать. Наверное, когда вы работаете на рынке, у вас есть заказчики, продукт продается, тут уже можно что-то менять, но если это работает, то хорошо работает. Если вы выходите на новые рынки, там, географические или операционные, или новая стратегия у компаний появляется, либо новые стратегические партнеры с новыми возможностями, либо у вас сменился фокус индустриальный, решили открыть для себя, зайти в новую индустрию новых заказчиков, либо созрели для того, чтобы запустить аккаунт-бейст маркетинг, либо произошли изменения у конкурентов, на которые невозможно не реагировать. Ваше позиционирование, ваше ценностное предложение, оно должно разбиваться на несколько сообщений, на несколько мессенджев, и они должны отличаться по аудитории, кому вы это рассказываете. Почему это важно и почему нужно разделять эти мессенджи? Потому что обычно в процесс принятия решений о покупке каких-то высокотехнологичных решений вовлечены до 12 человек. И интересы технологического сектора, инженеров, CIO, CTO, они совершенно не обязаны совпадать и обычно не совпадают с бизнесом. Закупщики хотят другую информацию получить в отличие от пользователей этого продукта. И коммуникация со всеми этими потенциальными покупателями внутри вашего заказчика, она должна отличаться и соответствовать их ожиданиям и интересам. Поэтому очень важно, прежде чем идти навстречу, вообще понять, кто на ней будет и соответствующе подготовить сообщение, которое затронет либо основных лиц, принимающих решений, либо будет актуально для всех. То есть разделить несколько мессенджей в своей презентации составить. Отдельная ветка, отдельная аудитория – это работа через партнеров. есть еще многие компании, которые работают с аналитическими агентствами, которые работают с инвесторами. Для них тоже нужно написать отдельный мессендж. Потом для каждого этого сегмента, для каждой персоны нужно ответить на основные вопросы, которые волнуют эту аудиторию и рассказать историю на основании этих вопросов. Мы сейчас подробнее пройдемся по этим трем пунктам, и я расскажу, как это сделать. И только после этого, когда будет сделана подготовительная работа, сегментированная аудитория, будут даны ответы на их основные вопросы и написанные истории, стоит приступать к созданию контента и обучению отдела продаж криптам, опять-таки тем же презентациям. Я попрошу коллегу вывести следующий вопрос, который у нас есть. Различается ли ваш контент в зависимости от того, к какой аудитории вы идете? Задаете ли себе вопрос, кто будет на встрече, и в зависимости от этого вы меняете свои скрипты продаж, в своей презентации, и вообще, что вы рассказываете? Потому что это такой момент, который не все всегда осознают. Отлично, очень хорошо. Значит, мы сейчас посмотрим, посмотрим, как вы это делаете и, может быть, стоит что-то улучшить. Я очень рад, что есть такая подготовленность. Нужно изучить заказчиков внутри самих заказчиков. часто тот человек, которому нужно ваше решение, он не спонсор этой покупки, и нужно через него донести ценность до того, кто контролирует бюджет. Нужно создать голос каждого вашего покупателя и создать персон, совместить их характеристики и понять, что же хотят эти конкретные персоны от вашего продукта. И опять-таки, при работе с партнерами, а работа с партнерами – это один из самых популярных и действенных способов выхода на новые рынки, ценности, сообщения ваши должны сочетаться и быть интегрированы с ними. Поэтому, если партнер продает именно решения, которые не представлены на рынке, вы должны показать, почему именно вы, почему Россия. Если он представляет многих ваших конкурентов, нужно дифференцироваться от них, ну и так далее. Там много вариантов, возможно. Есть еще неочевидные внешние аудитории. которые тоже могут стать вашими заказчиками. Часто для крупных B2B-проектов идут государственные деньги, деньги инвестиционные, и этот бюджет для них тоже нужно защищать. После того, как вы разделили, определили, кто ваши заказчики, нужно для каждого из этих типов заказчиков ответить на вопросы. Как я в самом начале говорил, все материалы, они должны отвечать на вопросы заказчиков. Если коротко, то это почему нужно меняться, как меняться, и какие варианты есть этих изменений. Вместо того, чтобы предоставлять дополнительный контент, еще больше запутать покупателей, надо убедиться, что мы определили основные вопросы, которые возникают у покупателей. Этот механизм с вопросами, он обеспечивает соответствие, скажем так, потребностям клиентов, а не целям поставщика. Вопрос, зачем меняться, его можно разбить на такие вопросы, более релевантные, естественно, к вашему продукту, такие как может ли производительность улучшиться, если мы внедрим конкретный продукт. Что делают наши конкуренты, которые обгоняют нас? Почему им это удается, а нам нет? Как отраслевые изменения влияют на эффективность нашего бизнеса? Как нам реагировать на эти изменения? Какие варианты этих изменений? Что следует рассматривать? Локальные решения, он премис, либо СААС. Почему можно или почему нельзя дать функцию эту на аутсорсинг? Нужно ли решение с поддержкой обязательно искусственного интеллекта, либо это просто красивые слова? И вообще, можем ли мы себе позволить этот продукт? И будет ли разумный срок возврата инвестиций? Как реализовать изменения? Вы должны понять и ответить на вопросы, какие шаги должен принять заказчик, чтобы перейти с текущего решения на ваше решение? Как убедиться, что не будет проблем с безопасностью этого решения? Что сделать, чтобы заставить, ну, не заставить, стимулировать пользователей пользоваться новым решением? Чему им это должно понравиться? Какие ресурсы необходимы, чтобы реализовать это изменение? Есть ли эти ресурсы? С одной стороны, эти вопросы кажутся очевидными, но часто ускользают из рассказов целовой команды, и важно их... Каждый, условно, ваш слайд, он должен отвечать на один из этих вопросов для заказчика. Я прошу вывести следующий опрос на экран, как раз касаемо вопросов. Отвечаете ли вы в ходе встречи с заказчиком на вопросы, которые я сейчас, примеры озвучил? Великолепно, великолепно. Почему это действительно важно? Это аналитика не моя, это аналитика Гартнера. Я думаю, что ее можно брать как заслуживающую доверие. И здесь перечислены слева самые влиятельные, скажем так, сейлс-встречи по мнению самих заказчиков, стороны заказчика. Но, естественно, на первом месте это техническая демонстрация. Но техническая демонстрация, когда вы дошли до этого этапа, у вас уже, я думаю, неплохие отношения с заказчиком сложились, он уже дошел до того, чтобы выделить время отдельное и посмотреть на ваш продукт. Но мы сейчас находимся на предыдущем этапе, нам нужно довести до этой технической демонстрации или пилота какого-то. И до этого самая важная ценность от встречи, которую получает заказчик, это встреча, которая заточена под его нужды компании. Тут я отдельно хочу заметить, тоже, наверное, очевидная вещь, но прежде чем идти к заказчику, я бы обратился к аналитике, собрал эту аналитику и посмотрел, что конкретно происходит либо у этого заказчика, либо в целом в этой индустрии, выбранном не просто регионе, а выбранной стране. Потому что часто тренды мировые, либо даже региональные сильно друг от друга отличаются, и вы можете с первого же слайда, с первого своего утверждения попасть мимо, и после этого заказчик не будет вас слушать. Сейчас очень важно удерживать внимание аудитории, и очень сложно при этом удерживать, потому что внимание онлайн на презентации удерживать очень сложно, если там идет перечисление сухого функционала, который заказчик должен переварить и понять, как он повлияет конкретно на него. Ему нужно разжевать и сразу это показать. Справа же самые бизнес-стратегии, которые, бизнес-результаты, в которые выливаются деньги. Это список, на самом деле, я бы его брал за основу, если думаете, с чего начать, какие бизнес-результаты можно достичь с вашим продуктом. Вот возьмите этот список, эффективность, увеличение выручки, запуск новых продуктов, сокращение операционных затрат и так далее. И разбить ваш функционал как пример по этим бизнес-результатам и на них уже нанизывать ваш функционал. Я попрошу следующий вопрос сейчас вывести на экран. Коллеги, а можно опрос? Спасибо. После того, как мы сейчас проговорили разницу функциональной и бизнес-презентации, ответьте, на чем делается функционал. Я понимаю, что презентации на разных этапах совершенно разные, но важно их не путать и не смешивать и дополнять одно другим. На чем делается акцент у вас сейчас конкретно? Спасибо. Как рассказать историю и зачем нужно это сделать в рамках вашей презентации? Если вы посмотрите на ваши материалы, они должны собой представлять единую линию повествования. Зачем это нужно сделать? Чтобы, как я уже говорил, вызвать и удерживать интерес, заказчик должен захотеть узнать больше про ваш продукт. Не вы должны насильно рассказать про то, как он у вас устроит. У него внутри должно появиться желание tell me more. Расскажи мне больше, что мне сделать, чтобы это попробовать. Это поможет задействовать его эмоции и, соответственно, лучше запомнит, о чем шла речь и покажет результат, к чему он придет. Закончим на позитивной ноте. Сейчас внимание бизнес-цены с ним обычно немного уделяются. Как я уже говорил, много списков с функционалом и мало сравнений. Сравнений в подходах, в результатах именно понятных сравнений почему-то этим пренебрегают, а это важно сделать, особенно, когда вы новичок. Вам нужно показать ваше место и почему ваше место, которое вы занимаете. Оно более выгодно расположено по отношению к остальным. Как рассказывать такую историю? Есть фреймворк, наверное, простой. Называется Situation Impact Resolution. Мы начинаем с завязки, которая обрисовывает ситуацию. Что происходит сегодня заказчикам в какие-то возможности, либо наоборот челленджи, проблемы, стоящие перед вашим заказчиком. Написываем эту ситуацию и обозначаем ее влияние. Что будет, если ничего с этой ситуацией не делать? Как она повлияет на ваш бизнес? И третий шаг описываем то, как ваш продукт решает это. Если привести пример, я бы начал с нулевого шага показать результат в самом начале презентации. То есть говорить не о том, что сейчас вы послушаете о системе CRM уникальный, самый лучший. Нет, это не настроит на дальнейшее интерес у заказчика. Если сказать увеличите как минимум на 10% количество покупателей, которые покупают на вашем портале, вот это сразу заинтересует заказчика. Причем заметьте, тут ни слова про продукт не сказано, но ему уже интересно. Если описать ситуацию, ситуация какая может быть, если продолжить пример с e-commerce, люди заходят на сайт, на marketplace и не находят того, что ищут. То есть не в рубрикаторе, не в поиске. И соответственно эта ситуация влияет на то, что до 25 условно процентов покупателей не совершают покупку и привязываясь к заказчику, вы изучили его трафик на сайте, говорите, что это может привести к потерям до миллиона долларов в год. Это такая кульминация у нас получается. Какой выход из этой ситуации? Вы можете предоставить выход поисковая система или аналитическая система, которая работает на комбинации технологий, гибкий поиск, плюс behavioral анализ поведения пользователя, который предлагает ему сразу те продукты, которые ему нужны. И вы получите на 10% больше покупателей, которые дойдут до совершать покупку на вашем портале. Вот как должна строиться ваша история. Тогда заказчик будет ее слушать. Как ее рассказать более детально? Естественно, на разных этапах разные истории, но в целом их можно все совместить, чтобы затронуть. Часто бывает одна встреча, одна возможность и нужно рассказать сразу все. Нужно рассказать, зачем нужно измениться, сравнить состояние текущего и будущего, как я уже сказал, ценность это изменение к лучшему всегда, либо не изменение к худшему. Как нужно это сделать? И рассказать, как вы уже помогли своим клиентам в такой же ситуации, как они добились успеха. Важно здесь рассказать о том, что действительно важный релевантный заказчика и что можно померить и показать цифрами. Не просто увеличиться, а на конкретную цифру, чтобы это можно было еще сравнить. дальше мы переходим к истории успеха. К историям успеха тоже есть отдельный подход. Они часто описывают то, как было у заказчика и стало, но с точки зрения просто произошедшего. Например, у заказчика было старое оборудование, маршрутизатор такой-то модели, мы поставили новый и все стало работать. Но эта история успеха мало кого может заинтересовать, такой референс, такой кейс. в истории успеха должны быть несколько основных частей, такой тоже скрипт небольшой, как ее нужно рассказывать. Нужно начать и выделить объективные результаты того, что вы внедрились у заказчика. Либо выросла выручка, либо затраты сократились, либо рисков избежали. Ответь на вопрос, почему заказчик выбрал именно вас из конкурентов. Это опять-таки поможет вам спозиционироваться в глазах заказчика, не только показать, чем вы лучше. Нужно тут учитывать, почему бизнес выбрал вас и почему технические специалисты выбрали вас. Рассказать, как вы внедрили, если получится собрать отзывы у пользователей вообще отлично, и как вы продолжаете поддерживать отношения. Это тоже важно, потому что вы бренд из России, для многих вообще непонятно, что здесь происходит, и как дальнейшие отношения с вами будут развиваться. Нужно показать, что вы партнер, который достоин доверия заказчикам. Я попрошу сейчас вывести вопрос еще один на аудиторию. есть ли формат, по которому вы описываете историю успеха, может быть, похожий на тот, что я сейчас описал, либо вы отталкиваетесь просто от того, что у вас было. Если вы рассказываете, и это неплохо, когда вы рассказываете несколько историй успеха, если они идут по одному и тому же сценарию, то это намного лучше откладывается в голове у заказчика. Очень хорошо. Надо было еще один вопрос задать. Похож ли он на тот, что я описал? Итак, мы сейчас прошлись по нескольким этапам, которые я делал небольшое ревью и обозначил эти этапы. Мы в самом начале заглавного слайда обозначили результат для заказчика, что он получит, если продолжит с нами взаимодействие. Сегментировали заказчиков, внутри заказчиков ответили на их вопросы, рассказали замечательную историю, подтвердили ее историю успеха, рассказали, чем отличается наш продукт. И вроде бы все замечательно, но нужно после этого сделать небольшое ревью, настает время проверки. Так называемый swap тест. Взять каждый месседж, который сформулировал для отдельных персон, изменить название своего продукта, своей компании, на название конкурента. И если ваша презентация все так же хорошо работает, значит, вы не создали уникального предложения, и нужно его переделывать. Потому что если вы рассказываете то, что не отличает вас от ваших конкурентов, по сути, если до этого ваш заказчик общался с известным мировым лидером брендом, и вы рассказали историю, которая под него подходит, не исключено, что заказчик придет к ним, либо просто вернется к себе и подумает, ну, они, в общем-то, делают то же самое, что убедит меня еще раз в том, что я правильно выборы сделал в пользу других. Вам нельзя было заменить название вашего продукта, и оно бы так же работало. На этом у меня почти все. Я намеренно здесь не стал делать акцент на call to action. В конце каждой презентации у вас должна быть цель, что должен делать заказчик в конце презентации. он не должен просто послушать и уйти. В нашем случае, если вам вы чувствуете, что есть над чем поработать над вашими материалами, над вашим позиционированием, над вашим мессенджингом, вы можете обратиться к нам в компанию, ко мне, и вы получите консультацию, мы расскажем, как сейчас у вас обстоят дела, свой взгляд со стороны, и что с этим можно делать. Всем спасибо, если у вас есть какие-то ко мне вопросы, можете их сейчас задать. Да, вам спасибо, спасибо, что нашли время, надеюсь, вам было интересно и полезно. я думаю позже записи этого вебинара мы выложим на наш YouTube канал насчет презентации, наверное, тоже пошарим. спасибо, коллеги. Мои контакты у вас на экране, еще раз повторюсь, мы оказываем услуги по упаковке презентации наших партнеров совершенно бесплатно в рамках поддержки российского экспорта, так что вы ничего не теряете, можете просто обратиться к нам и посмотрим, что можно сделать. У нас уже мы помогли многим нашим партнерам. Я думаю, на этом все. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Спасибо.